Поднимаем так и приёмник. Едва тронувшись с места, небольшой состав с жёлтым вагоном впереди накрывает плотное снежное облако. И дело тут вовсе не в разыгравшейся внезапно снежной буре. Это машинист-инструктор Юрий Дмитренко запустил снегочистительную установку с грозным названием «Тайфун». Снимать стало совсем невозможно, и мы попросили на некоторое время выключить агрегат, чтобы рассмотреть его поближе. Основные элементы снегочистителя «Тайфун» — тяговый двигатель от электровоза и огромный вентилятор, который через улитку снизу мощным потоком воздуха просто выдувает снег из-под колёс. Это очень эффективное в наших условиях средство борьбы со снегом. В помощь путейцам ручной труд, конечно, тяжёлый, а этим очень быстро и эффективно выдуваем снег со снега. Управление установкой ведётся из небольшого электровоза П-2М, а питание подаётся от контактного провода. В этом, кстати, есть некоторые сложности. Работать эта снегоуборочная спарка может только на электрифицированных направлениях. Ну, всякую работу надо выполнять. И манёвры делать, и руду возить. Вся работа интересная здесь. Свою технику Юрий Дмитренко знает как самого себя. Ещё бы! Работает в компании с 1979 года. Начал трудовой путь до армии. Выбор профессии, наверное, был предопределён заранее. Ведь отец Юрия Алексеевича работал машинистом на таком же электровозе. Я работал слесарем в депо по ремонту подвижного состава, потом помощником машиниста электровоза, потом отучился, стал машинистом и с 90-го года по 2006 работал машинистом. 16 лет машинист Дмитренко водил составы с рудой и пустой породой. Часть гор, которая сегодня видна из окна электровоза, была перевезена его составами. Сегодня Юрий Алексеевич – машинист-инструктор, обучает будущих специалистов. Сколько было учеников, конечно, не считал. На курсах десятки молодых машинистов и их помощников. Текучка кадров есть, ведь кроме необходимых навыков и знаний, в этой профессии надо ещё и любить технику. Тут особый подход нужен и, желательно, самый безопасный. Также надо, чтобы осознавали, что это электроустановка, что опасность есть. Чем, как говорится, опасен электрический ток? Тем, что он невидимый. Всегда можно получить электротравмы, например. Но, к счастью, скажем, у нас таких случаев не было. Людей здесь много прошло, кому это не подходит, те уходили в другие профессии. А у нас сейчас в основном многие, так как я работаю тут, после армии сюда пришли, ещё до сих пор работают. Также машинистами, бригадирами. Ветродуй, так его называют железнодорожники, это лёгкая техника, которая ежедневно приводит важные участки железной дороги в порядок. Но бывали ситуации, когда одного тайфуна становилось мало. На этот экстренный случай у железнодорожного подразделения компании есть техника посерьёзней. Тяжёлый отвальный плуг и плужный модернизированный снегоочиститель. Техника, так сказать, наших ещё отцов и дедов, но она работает и при большом, так сказать, снеге она кардинально выполняет свою работу. То есть фронт очистки до 18 метров и высота 2 метра она, в принципе, может очищать, если необходимо. Но снежная стихия коварна и непредсказуема. В истории северных железнодорожников бывали случаи, когда снежные завалы на путях приходилось разбивать даже при помощи взрывчатки. На наших участках взрывчатку не применяли, а на путях к РЖД, на перегоне никель, да, в прошлые годы приходилось применять взрывчатые вещества для того, чтобы прочиститься. Но там немножко и перемёты поболее, там свыше 4 метров были. Когда уже ни одна техника, наверное, не справлялась. Да, техника уже никакая не брала. Приходилось уже производить взрывание, так скажем, настоснежного. Ну, у нас, слава богу, до этого мы не допускаем. Оперативно, каждый день техника работает на линии по очистке. С окончанием метели снегоборьба на промплощадках не завершится. В апреле-май начнутся противопаводковые мероприятия. Снег будут вывозить тяжёлыми самосвалами, чтобы не допустить подтопления и размыва путей. А пока повелитель тайфуна Юрий Дмитренко и его коллеги круглосуточно несут вахту, поднимая мощным потоком воздуха плотное снежное облако. Повелителем не ощущаю, но ощущаю, что приносим пользу вот этой работой для комбината, для цеха, чтобы не было задержек из-за того, что стрелки не идут или где-то засыпан путь, чтобы руда ритмично подавалась на обогатительную фабрику. То есть ощущаете себя таким важным звеном? Да, важным, нужным звеном в этой работе.